Музыка Посреди дремлющего города достопримечательность, это бульвар. Здешний житель скажет, иду на бульвар. Аллея на северной стороне предназначена для простонародья, южная – исключительно для местной знати. Город заштатный, чудаки-обыватели, несколько сплетников, два-три несостоявшихся злодея. А между тем, это веселый и солнечный Прованс, обилие тепла и побережье Средиземного моря. Вторая достопримечательность – длинный код парикмахера господина Пюжо. Он в полском ей длиной и весь словно облеплен сажей. Третья достопримечательность – отец и сын Сезанны. Злые языки поносят Луи Агюста отца, мол, деревенщина. Еще когда торговал шляпами, напялил на себя деревенский картос и до совершенного износа не снимет. В мужицких толстенных башмаках топает, тоже, чтобы уж до смерти не сносить. При этом ростовщик. Теперь в банкиры вылез. Состояние не менее миллиона франков. Пройдоха. Загородный дом приобрел в Жадебуфоне, что в одной трети лье – от экса. А сыну Полю на пропитание несчастные гроши и те выдается скрипом. И еще грозится урезать. Луи Агюст чертовски спокоен, на козни врагов посмеивается. Всех и каждого он до тонкости знает. Всех скопом купит и в узел свяжет. Промотавшимся господам и пожрать-то на ночь нечего. За дуэшой у них не сансима. Одна спесь да жгучая зависть. А золото вот оно. Крупинками каждодневно сыплется в пригоршни Луи Агюста. Вот так. А сын Полю дирают на улице от мальчишек. В него швыряют чем ни попадя. Ненавидят Люта. И будут ненавидеть в эксе всю жизнь. Тяжело и муторно живется Полю. Его школьный товарищ Эмиль Золя достает из кармашков четверо сложенный листок. Тут весь твой месячный пансион Полю. 125 франков расписаны по статьям расхода. Еще на холст с красками да на кисти остается 10, а то и 20 франков. Еще счастье, говорит Золя, что у тебя бывает чем тряхнуть в кошельке. А у меня с матушкой угроза нищеты постоянная. Жизнь борьба, милейший Полю. Страшная штука жизни. Соглашается Сезан. Сын банкира хочет, чтобы его оставили в покое. И он не переносит чужого прикосновения, даже если это мать, которая его любит и рада, что наконец-то Полю становится настоящим мазилкой. В 1858 году в Эксе, в пустовавшей монастырской часовне, открыли городской музей и перевели туда бесплатную еще от дворянских щедрот рисовальную школу. Поль Сезан приходит в вечерние классы. С раннего детства молюет на стенах. Отец смотрит на его художество сквозь пальцы. Пусть себе подурит. Это даже хорошо, как у настоящих господ. Все равно потом заступит на его место, когда Луи Агюсту станет не в моготу. Как завороженный топчется пуль в городском музее перед картиной итальянского мастера-игроки карты. Увидел палатно и увяз в картине. Что-то еще неясное откликнулось в нем. Так возникают вдруг ощущения запаха надвигающейся грозы. Сезан замер перед игроками. Краски. Только им доверит он свою душу. Живым и непровержимо точным. По-мужицки грубо и откровенно выложенным на холст. Краски для живописца. Что труба для гарниста, улыбается поль. Поль любуется в музее игроками. Крестьяне играют в карты. Может и заурядная картина. Но приглянулась Сезану, зацепила его. И он уважает простых людей-крестьян. Ненавидит городских выскочек и дельцов. Таких, как его отец. А вот перед кем он с великим почтением снимет шляпу, так это великолепный Делакруа. Ну и, конечно, Курбе. Наконец он решает испытать судьбу. Отвез на выставку в Париж. Что попалось на глаза, сообщает он Эмилю. Что получше попридержал. Жюри выставки «Парижский салон» 1864 года отклонила работы Сезана. Хоть и прошел слух, что отбор ожидается либеральный. В конце концов, пора ждать воздуху живописцам. Картину художника Ренуара приняли лишь благодаря влиятельному лицу. После закрытия выставки художник уничтожил свое полотно. Так перенервничал. Такого стыда наглотался. Сезан работает. Проклятая живопись. Если приняли в салон, это уже успех. Картину можно продать. О чем еще мечтать художнику? Писать и сваливать в угол может только такой простофиля, как Сезан. Да и он, видно, расстался с иллюзиями. Бедняги. Уже 26-й год. На следующий салон 1865 года Сезан снова привез свои холсты. Если выставляют картины таких бунтарей, как Мане, Ренуар, Писаро, неужели для него не окажется места? У Мане приняли полотно с лежащей адалиской Олимпия. Эта женщина с желтым телом принесла художнику скандальный успех. Разноперый ханджи и даже уважаемые господа критики хохотали на выставке без стеснения. И снова работа Сезана жюри отклонила. Грубая мазня. Не то восторженные, не то полоумные шлепки красок. Безусловно, не допускать. Что делать? Новое в искусстве всегда необычно. Тем более, если выражено оно еще глухо и неуверенно. Господа критики должны обладать смелостью суждений и тонким историческим чутьем, чтобы разгадать, где или что в новом правда. Но серьезные критики на редкость малочисленны и очень скромны. К ним не достучишься. А в жюри пролезает та шустрая мошкара, которая первым делом норовит автора укусить. И платят тут им отлично, и почет. А главное власть. Для мелкой страстишки лучшего применения не сыскать, говорит Золя. Отказ жюри не особенно обескуражил Поля. Он весело слушает парижские новости из салона. Эмиль рассказывает с подробностями. Потом Золя это опишет в романе. И Сезан отвернется от друга. Золя никогда не понимал живописи Сезана. И сам признавался, что самое большее, на что способен, это отличить черное от белого. А вот его работать, что постоянно твердит боль, с этим Золя согласен. У него такие же убеждения. Болевой труд – основа творчества. Два своих небольших полотна Сезан вкатил на выставку на тачке. «Не прикасайтесь ко мне», – хрипло выкрикивал он служителям выставки. Подобные выходки художников случались. То как протест, то ради саморекламы. Демонстрация Сезана успеха не имела. Его работы не приняли. А тачку с картинами Поль бросил на одной из улочек Монмартера. После эпизода с тачкой прошло 15 лет. Каждый год Сезан отвозил в салон свои картины. И каждый раз ему отказывали. Он опустился. Оброс. Ходил с заляпанной краской. И работал. Увлечение импрессионизмом давно прошло. Очень скоро он сам пошел наперекор самому себе. Поль глубоко любил природу. И материю своей живописи чувствовал самим сердцем. Как воздух Прованса. Как воду и землю. Как плоды ее. Как деревья. Поцелу ли ему выпростить на холст свою страсть к природе. И показать ее действительное обличие. И ее порядок. Сезан принял участие в первой выставке импрессионистов в 1874 году. И отказался от второй. Из-за мутных и по совести говоря скудных впечатлений. Нечего и холст марать. Напугавшись событий Парижской коммуны 1871 года. Обыватели Экса в озлоблении на семейку Сезанов обзывали Поля коммунаром. Художник плохо разбирался в событиях своего времени. Но всему мятежному радовался. И кличка коммунар понравилась ему. Ведь тот был пролетариат. А Поль уважал простой народ. В 1882 году Салон принял его картину. Правда принял из милосердия. Это был портрет его дядюшки. Принятый холст подвесили над лестницей. Что там за мазня спрашивали на ходу зрители. Пытаясь разглядеть изображение дядюшки. Страшная штука жизни. Отдувался Сезан утирая лоб. Проклятая живопись. Судьба подкараулила таки Сезанна. Надо сказать, что еще в 1870 году Поль познакомился с девицей Гортензией. Она позировала ему. В 72-м тайком от своих родных Сезанн записал в мэрии 5-го округа города Парижа своего сына от Гортензии. Он дал ему имя Поль. Поль Сезанн. Поль Сезанн старший крепко полюбил Поля Сезанна младшего. Мальчик ушел 7-й год. В то время Луи Агюст, как и грозился, урезал месячный пенсион сыну. Но вскоре старик умирает, и Сезанн становится обладателем солидного капитала. Образ жизни у него остается прежним. Ему уже под 50. Он лыс. Кожа на лице задубела. Это крестьянин с тяжелым взглядом. Сезанн разбит и чувствует себя стариком. Из семьи признает только сына. Гнетущее одиночество, жалуется он в письме. Страшная штука жизни. Настоящий художник всегда молод, даже когда разбит. Творчество приносит ему молодость, бессмертие. Это та самая справедливость, ради чего стоит трудиться и жить на свете. 33 года носил в себе Сезанн впечатление от игроков в карты в городском музее. Как-то зашел к ним. Подмигнул заговорчески. Его старые друзья застыли в своей вечной игре. И ушел. А в течение 1891-1992 годов написал пять вариантов своих игроков в карты. Сезанн особенно пристрастен к натюрморту. Кладет на стол, что не так скоро портится и не вянет. Яблоки, гроши. Он сказал, что хочет написать одно единственное яблоко. И удивить им Париж. А вообще пишет все. Портреты, пейзажи. Хотя Сезанн и снимают влюбленную шляпу перед Делакруа. Но сам не пишет драматических сцен. Не выводит на полотне наглядно выраженных движений или чувств. Сила выражения его живописи уходит внутрь натуры. А натура как бы готовится к прыжку. Сезанн кладет краску на холст скупа. Не кистью, а шпателем. Кладет краски на лица и одежду игроков. Как каменщик, кирпичи. То, что видит в натуре, Сезанн переосмысливает как архитектор. И всегда не удовлетворен созданным. Конец работы? Да нет. Природа бесконечна. Нельзя закончить картину. Он отрывает ее от себя и ставит точку. В тоске перед бесконечностью природы его особенно привлекает мертвая натура, натюрморты. Поле живого человека пригвождает взглядом к месту. Он возмущен, когда натура сползает, сдвигается. Так было с его игроками в карты. Когда посадил натурщиков, крестьяне с фермы, и они взяли в руки карты, вскоре утомились сидеть, сложа руки. Сезанн свирепел. Двигаться им нельзя. А что утомились? Затекли руки и ноги? Это хорошо. Крестьянин и должен выглядеть усталым. Когда те уходили, Сезанн тщательно обводил мелом места, где они сидели. Положение их тени на стене, где опирались их локти. Положение ножек стола и стульев на полу. И на следующих сеансах Точно вгонял натурщиков на их место. Рисунок и цвет для него неразделимы. Он рисует сопоставлением массы или плоскости цвета. Причем искажает форму и положение предмета в пространстве. Тогда изображение видится достовернее, убедительнее. И все должно быть прочно. Крестьянское жило держит поле Сезанна на привязи. Мазок вколочен крепко на свое место. И Сезанн продолжает работу. Цвет – не заключительный аккорд в живописи, а начало поисков. Только мертвая не имеет цвета. Цвет выражает накал борьбы. Картины Сезанна, особенно натюрморты, так набиты этим накалом, что иногда страшновато к ним подходить. Они полны драматического напряжения. Сама стихия пытается править миром художника. И человек в ней – архитектор и поэт. Кроме цвета в живописи есть еще свет. Он отделяет предметы от окружающей среды. Создает дымку таинственности. Но это уже не для Сезана. Страсть художника притворяет свет и свет в предметы обихода. Скатерть, бутыль, яблоко. И здесь же рука в куртке и лицо человека. Образы не одолевают Сезана. Спит он без сновидений. Ему на сон жаль терять время. Перед ним бесконечный мир с чудодейственными превращениями природы. Но в этом мире, по-видимому, надо разобраться и пересказать его языком человека в живописных формах безусловной реальности. Для игроков Сезан берет сначала почти двухметровое полотно. Потом начинает снова на холстах меньшего размера. И снова. И опять. И опять заново. Главное – овладеть натурой. Подчинить ее себе всю. Сезан работает как одержимый. И на холсте появляется торжествующая материя. Картина говорит с вами своим материальным языком. Взгляд прилипает к картине, говорит зритель. Черт и что! Вязнешь в ней? Или вроде тебе угрожающе подсунули кулак к носу? Такой смешной он, этот Сезан. Лед разбит. Однако не стоит обольщаться. Еще и сейчас нельзя сказать, что мы знаем Сезана. Знаем его творчество и понимаем его картины. Признание его таланта у себя во Франции и в мире. Шумные выставки его картин. Его слава. И понимание его величия. И то, что Сезан намного опередил свою эпоху. И все другое и прочее. Чем не грешно заинтересоваться, изучая искусство нового времени. Все остается за чертой. Я живу как в пустыне. По-видимому, я не существую. Ворщит Поль Сезан. Он болен и страдает от ужасающей жары в Эксе. Ему 67 лет. Когда станет умирать этот брюзгап провансалец, должно быть и тогда он будет рваться. Работать, работать. Таков уж он Сезан. Конец 19-го столетия характеризуется заметным спадом интереса к искусству у французской буржуазии и все большей зависимостью художников от торговцев картинами. Такая обстановка заставляла многих, подобно Сезану, Ван Гогу, Гогену, бежать от общества, уединяться вдали от Парижа. В отличие от импрессионистов, работавших сообща, постимпрессионисты в большинстве своем были одиноки в своих изысканиях. Нужны были сверхчеловеческие усилия, чтобы выдержать это подвижничество. И Сезан выдержал. Он дождался первого триумфа, когда в 1904 году в очередном осеннем салоне целый зал был посвящен его живописи. Спустя два года он умер, оставив людям 800 с лишним полотен, около 350 акварелей и столько же рисунков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok